Склад сырье изношенной щели подается на резанный станок. С помощью резаного станка происходит измельчение резины кусками размером около 50-100 мм максимум. Отготовленное сырье, куски резины с помощью ленточного транспортера подаются на реакторе крекинга. С помощью реактора крекинга происходит превращение сырья в химическое разложение. Субтитры создавал DimaTorzok В технологии включены два реактора, поочередно работающие, попередно работающие. В этих реакторах образуются пары органических веществ, которые подаются туда в разделительный цех. Твердый остаток, угол, металлический корт, который является обязательным составляющим покрышки, высыпаются в бункер, специальный бункер. Вот в этих бункерах происходит выделение твердого остатка, кокса и металлического остатка. Субтитры создавал DimaTorzok Капрессорная станция. С помощью которого происходит сжатие газов до 9 атмосфер. Субтитры создавал DimaTorzok Крадирная установка, откуда происходит подача охлаживающей воды. С помощью этих насосов подается циркулирующая вода в системе охлаждения. Крадирная установка. Вот это склад жидкого продукта. Вот в этом баке происходит хранение мазута после перегонки нефти. Резерв топлива. Вот твердый остаток в угол кокса. Камуртите, ладно? Сейчас. Твердый кокс состоит из 96% углерода и около 4% это остальные остатки окистинка, магния, которые являются обязательными компонентами всякой резины. В середине составлено обязательно из магния и окистинка, которые не выделяются в нашем технологическом процессе. Кокс является хорошим топливом или химическим сырьем для химической промышленности, как восстановитель. Плотность угля 750 килограмм на метр в куб. Пористос 30%. Из бункеров реакторов кокс поступает с металлическим кордом вместе. А с помощью специального станка потом проволока отделяется от кокса и угол складывается отдельно. Премний сборник жидкого топлива. Откуда жидкий продукт, нефть, подается на разделение в разделительную колонну. С помощью разделительной колонны происходит фракционирование нефти. Здесь выделяются основные три компонента. Этот мазут, фракция дизельного топлива и бензиновая фракция. Бензиновая фракция состоит из так называемого дёгкого и тяжёлого бензина. Также дизельное топливо и мазут. Остаток кубе. Отсюда из разделительной колонны уже происходит разделённых фракций. После их охлаждения передача уже получённых продуктов на склад. И они хранятся в соответствующих резервуарах. Охлаждающая система конденсатов. Это серая плита. который потом перегоняется на отдельные фракции. В отличие от природной нефти, содержание нефти, которыми мы получаем в процессе, можно содержание нефти регулировать. В определенных пределах можно увеличить, например, содержание бензина или дизельного топлива, или мазута. Сырая. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...